Боль, недомогание или обострение хронического заболевания – такие неприятные ситуации могут поджидать человека в любое время суток, даже ночью. И хорошо, если в домашней аптечке найдется необходимое лекарство. В противном случае за нужным медикаментом придется бежать в аптеку. Только вот застигнутым врасплох саровчанам идти некуда. В городе нет круглосуточных аптек. Вечером, ночью понадобятся лекарства какие-то и нельзя, где купить. Очень плохо. Тяжело-то бывает не только до 12, до скольки, а круглосуточные. И все. Они должны быть. Большая проблема. Я думаю, что это не очень хорошо, потому что если потребуется какая-то медицинская помощь, то людям придется вызывать скорую. Последняя круглосуточная аптека в Старом районе сейчас работает с 7 утра до 9 вечера в открытом режиме, а с 21 до полуночи лекарство саровчанам отпускается через специальное окно. Перерыв в работе аптеки составляет 7 часов. Если необходимость в лекарстве возникла именно в это время, горожанам предлагают обращаться в неотложку. Если какая-то ситуация ночью происходит, это явно экстренная ситуация, оказать помощь мы, квалифицированную в такой ситуации, не можем. Мы можем предложить безрецептурные какие-то вещи, а если это серьезная помощь, это экстренные службы, скорая помощь, МЧС. Круглосуточная система работы аптеки в Старом районе существовала несколько лет. Медикамент отпускал дежурант, который работал только в ночные смены. Но не так давно в системе работы аптек произошли изменения и требования к фармацевтам значительно ужесточились. Заставить человека работать ночные смены мы не можем. Это и неудобно для сотрудника самого. И охрана по-другому осуществляется. Это затратно очень по линькам. А мы коммерческая организация, как и все остальные в городе. По словам сотрудников аптеки, в ночное время она не пользовалась большим спросом у сыровчан. Основной наплыв покупателей приходился на дневное и вечернее время. А если необходимость в лекарстве возникла именно ночью, покупка обезболивающего ситуацию не спасет. Человеку необходима помощь врача, а не фармацевта. Это очень неудобно, потому что бывает по-разному. Больные люди. Куда ж еще обращаться? А в скорую бесполезно, потому что у них там, как правило, не бывает ничего. Ну вот, температуру или что-то серьезно надо купить. Надо ночью жить. А ночью закрыто. Куда бежать и к кому обращаться при боли или других различных недомоганиях, решать каждому. Но помните одно, мы сами в ответственности за свое здоровье. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова